На этой неделе Казахстан запретил ввоз на свою территорию картофеля, выращенного в нашей республике, как овощи к употреблению, так и в качестве семенного материала. Узнали об этом наши фермеры из СМИ. Это же заявляют и чиновники. На официальном сайте Министерства сельского хозяйства Казахстана появилась информация с пресс-конференции чиновников их аграрного ведомства. На ней зампредседателя комитета госинспекции в агропромышленном комплексе Алмабек Марс заявил следующее. С 19 февраля 2019 года Казахстаном введены временные карантинные фитосанитарные меры в виде запрета на ввоз в республику Казахстан продукции из Кыргызской республики и республики Узбекистан. В последнее время участились случаи систематического выявления в подкарантинной продукции поставляемой с территории этих стран следующих карантинных объектов. Карантинный объект – червец Камстока в яблоках, хурме и гранатах. Карантинный объект – золотистая картофельная нематода. По словам соседских чиновников, в январе и феврале этого года при досмотре подкарантинных грузов, ввозимых в Казахстан из Кыргызстана, выявлено 465 фактов нарушений, в том числе 59 случаев ввоза зараженной продукции золотистой нематодой. Это крохотный вредитель, круглый червь, поражающий растения. Картофельная нематода не представляет опасности для здоровья человека, так как повреждает только растения во время вегетации. При этом повреждаются только корни и кожура клубней. Несет в большей степени экономический вред. Разносится инструментами, сельхозтехникой, но чаще от зараженных клубней или в почве. А Кыла Мадалиев за свой продукт ручается. Ничем не заражен и абсолютно экологически чистый. В прошлом году я вырастил картофеля порядка 100 тонн. Для этого взял в аренду в Высокотинском районе 6 гектаров земли. То есть я платил не только за пассивной материал, но и за землю, а еще сколько других расходов. Себестоимость за килограмм вышла 13 сомов. А сегодня у меня готовы ее купить только по 4 сома. Я не могу по такой цене продавать. Жду, какое будет решение со стороны наших властей. Ведь еще весной прошлого года правительство заверяло, что договорилось о сбытии картофеля соседним странам. И рекомендовало нам его сажать. У меня чисто экологический продукт. Не использовал удобрения, селитру. Убытки каждый день растут. Три тонны уже сгнило. Чтобы не прогореть полностью, мне надо все это снова посеять. Обещаниям Минсельхоза тогда поверил и Эрлан. Еще осенью он закупил в Нарынской области у крестьян около 130 тонн картофеля по 9 сомов за килограмм. Весь объем хранится на складе. Буквально до этого дня он отправлял картофель клиентам в Казахстан. А на данный момент отправленная партия вернулась назад. Не пустили через границу. Вообще не бывало такое, чтобы с картошкой нашего теперь выходило. Можете, да, показать? Да, могу показать. Вот. Это наши картошки. Мы осенью эту заготовку сделали. Вот она. Чистая, да? Чистая картошка. Вы гарантию же даете? Да, гарантию даю. Мы же на таможенный союз заходили. И там в этом границе никакого проблем не должно быть насчет этого экспорта. Сейчас так же, как раньше было, так же проблемы у нас. Выращенный картофель преимущественно в Иссык-Кульской области в этом сезоне принес много головной боли фермерам. А началось все с того, что крестьяне получили неплохой урожай с расчетом на то, что Минсельхоз заверила договоренностью с Узбекистаном об экспорте корнеплода. По словам аграрного ведомства, соседи обещали закупать полмиллиона тонн картофеля. Но когда урожай подоспел, вместо нашего овоща стали завозить его из Пакистана, объяснив это тем, что цены у них куда дешевле наших. Не купил ни килограмма и Туркменистан. В итоге, с установленной стоимости по 16 сомов за килограмм, она упала до 5 сомов. Но и при такой цене экспортировать ее оказалось некуда. Собранная в подвалах и овощескладах начала гнить. По всей республике в прошлом году, по данным Минсельхоза, картофелем засеяли 84,5 тысячи гектаров. Общий объем урожая составляет полтора миллиона тонн, при том, что внутренняя потребность республики – 800-900 тысяч тонн. Планировалось, что около 60 тысяч тонн картофеля пойдут на экспорт. Но ситуация оказалась иной. На январь непроданными по стране оставалось 500 тысяч тонн. Фермеры всякими путями искали, куда сбыть выращенное. А теперь новый запрет Казахстана из-за нематоды. Проблему в срочном порядке подняли и в парламенте. Только вот делегация из Казахстана приезжала к нам в Кыргызстан. А через два дня они объявляют о запрете. Почему это было допущено? Фермеры Кыргызстана и так мучаются, не могут продать картофель. Наш президент провел переговоры с президентом Казахстана. И были достигнуты договоренности о снятии всех барьеров. А тут снова вводятся запреты. 11 февраля Россия разрешила ввоз мяса из Кыргызстана. А через неделю Казахстан запрещает картошку. Правительство же должно работать над этим. По словам главы департамента карантина растения Амангельда Исаева, новость о запрете на ввоз картофеля он узнал на днях из СМИ. И только в четверг к нему пришли официальные бумаги. На них указана дата 21 февраля. А ведь по правилам ЕС, коллеги из соседней республики, прежде чем пустить в ход такую меру, должны были вперед оповестить кыргызскую сторону, направить официальные уведомления, представить все основания для введения такого эмбарго. Мы сегодня официально по электронной почте получили их уведомление. Вот оно, уведомление в адрес департамента карантина растений о том, что они вводят ограничения из Кыргызской республики на картофель и яблоки и на хурмы и гранаты на республику Узбекистан. Тот же червец Камстока, карантинный вредный объект, тот же картофельная нематода в очень большом масштабе есть и в республике Казахстан. Если у них этих карантинных объектов не было бы, то другое дело. Почему они ввели ограничения? Вот сегодня в руководстве мы переговорим, послезавтра, если они нам дадут разрешение, мы поедем на площадку Министерства сельскохозяйства республики Казахстан, там будем обсуждать. Но, как позже сообщил глава Минсельхоза Нурбек Мурашев, причины запрета на ввоз наших продуктов совсем не в их качестве. Как заявил министр на заседании парламентской фракции Республика Таджур, Казахстан не хочет покупать наш картофель, яблоки и хурму и мясную продукцию. Не потому, что там были обнаружены вредители, а поводом наложить запрет на ввоз стал отказ Кыргызстана установить онлайн-видеокамеры на своих водохранилищах. Два дня назад к нам прилетала делегация из Казахстана. Стоял вопрос обеспечения водой для весеннеполевых работ. Основной вопрос, который они ставили, это видеорежим на водохранилищах. Соседи предложили на Артатакойском и Кировском водохранилищах поставить видеокамеры. Они хотят в онлайн-режиме наблюдать за спуском воды из них. Мы не согласились. Они уехали и через два дня ввели запрет на ввоз некоторых продуктов из Кыргызстана. Запрет наложен на четыре вида продукции. Там речь идет об овощах, фруктах и мясе. Парламентарии потребовали от правительства взять под особый контроль вопрос экспорта нашей продукции. Соседями нужно найти компромиссное решение. В правительстве заявляют, что переговоры с соседями будут продолжаться. Но предоставлять видеоконтроль за нашими стратегическими объектами Кабмин не будет. Я сегодня разговаривал с представителем пограничной службы. Все посты сегодня работают в штатном режиме. Что касается вопроса видеонаблюдения за водохранилищами, то Кыргызстан на это пойти не может. Водохранилища относятся к стратегическим объектам, и соседи не должны иметь доступ к этому контролю. Есть соглашение, по которому мы предоставляем воду соседям для полива. Народные избранники призвали правительство решить проблемы в кратчайшие сроки. От экспорта зависит не только финансовое положение фермеров, но и продовольственная безопасность. Спор по воде длится уже не один десяток лет, и пора найти решение, которое устроит все стороны. Спор с соседями идет уже 20 лет. Почему мы не можем решить его? Если речь идет о стратегических объектах, то нужно найти выход. Можно установить им камеры там, где нет угрозы национальной безопасности. Сейчас речь идет о продовольственной безопасности. Поэтому премьер-министр и вице-премьеры должны решить этот вопрос как можно скорее. Мы должны действовать и решить эту проблему. Стоит отметить, что в специальном справочнике по странам СНГ за прошлый год отмечено, что у нас карантинно-вредных объектов всего семь, а в Казахстане в два раза больше – 14. Продукцию в соседнюю страну наши предприниматели поставляют через четыре поста – Чалдавар, Акт-Лек, Ак-Джол, Чонг, Апказ – свободно. Контроля фитосанитарного на них сегодня нет. И этим, к сожалению, злоупотребляют. Из 263 нарушений 156 – завоз без фитосанитарного сертификата. В случае в продукции с карантинно-вредными объектами выявлено 54 факта. А получить разрешительные документы несложно. В стране четыре лаборатории – в Иссык-Кульской области, Чуйской, Аше и Таласе. Проблема экспорта картофеля решается, уверяет глава аграрного ведомства. По словам министра сельского хозяйства, нашу продукцию решил купить Узбекистан. Сейчас ежедневно к соседям отправляют по 500 тонн картошки. Если будут снижены железнодорожные тарифы, то объемы экспорта еще возрастут. Другая проблема в том, что транспортные компании, занятые экспортом продукции в Турцию, потеряли более сотни тысяч долларов. Из-за нерасторопности чиновников, кыргызская сторона никак не могла решить вопросы разрешительных документов. По словам председателя транспортного комитета торгово-промышленной палаты, затягивание вопроса едва не привело к более серьезным финансовым потерям. Мы застаивали как минимум неделю, потому что нам обещали в конце января, но в конце января не получили мы. Фактически эти документы должны были к нам поступать уже в декабре месяца 2018 года. Из-за халатных отношений наших сотрудников МИДа, сотрудников консульских служб и посольств, из-за их халатных отношений нам вовремя не поступили эти разрешительные документы. Эксперты говорят, деятельность некоторых чиновников больше напоминает саботаж. И покупатели за рубежом, и фермеры готовы к совершению сделок. Но как только вопрос касается урегулирования деталей на государственном уровне, бизнесмены сталкиваются с преградами. Наибольшее нарекание в этом плане у предпринимателей вызывает сам Минсельхоз. Я достоверно знаю одно. Я в декабре целую неделю объездил почти весь западный район Турции. Все просят в неограниченном количестве лук. Возвращаются сюда. Таджики готовы нам предоставить лук. У нас их хватает. Но в таких случаях обычно бывает как, допустим. Вот при мне соответствии должен быть какой-то глобальный информационный центр, который работал бы круглосуточно. Когда возникают такие ситуации, когда издички из нашей продукции, тот же, допустим, лук или картошка, или чеснок, то обычно следовало бы создать какой-то штаб, который работал бы круглосуточно. И там надо собрать все службы. Вот сейчас наши ребята жалуются, что чтобы вывезти яблоки из Иссыкуля в Казахстан, в Алмату, там требуется вот эта вот питосанитарная служба. Выдача справок насколько усложено. И все это похоже на вымогательство. Понимаете? Поэтому я еще раз заявляю, такое министерство нам не нужно. Так ведомство не в состоянии обеспечить не то, что прогнозы по сельхозкультуру, но даже организовать сбыт того, что уже посеяно и собрано. Отсутствие координации в работе приводит к тому, что крупные продовольственные компании не могут найти партнеров в Кыргызстане. Я пытался наладить экспорт нашего меда за рубеж. Договорился с покупателями о том, что они готовы купить несколько тонн продукции. Но когда я пришел в Мельсельхоз, они даже не смогли обеспечить объемы, необходимые для экспорта. Хотя мы могли бы очень хорошо продавать наш мед. Государство могло бы выдать кредиты нашим фермерам для расширения этого производства. Мы могли бы хорошо на этом заработать. Например, в Индии наш мед прошел все экспертизы. Его признали экологически чистым, но объемов у нас недостаточно. Рынков, куда Кыргызстан мог бы расширить свой экспорт за рубежом, достаточно. Та же Турция недавно заявила, что отменяет пошлины на импорт некоторых видов сельхозпродукции, такие как, например, зерно или фасоль. Наша страна могла бы частично покрыть потребности Анкары. Но для этого нужна слаженная работа всего правительства. Ильнура Бекпасарова, Владимир Кулбалдеев. Итоги недели.